Осталось увенчать свое фантастическое выступление в этом году чемпионским титулом. Об этом матче говорили всю неделю. Ожидания от него просто запредельные. Как думаешь, оправдаются они? Хотелось бы. И очень надеюсь, что игроки всего этого не читали. Иначе есть шанс перегореть еще до начала поединка. Игроки Барселоны разыгрывают мяч. Первый тайм начался. Посмотрим, какую игру сегодня нам покажут команды. Посмотрим на состав хозяев. Итак, схема 4-3-3. Весьма атакующая. Посмотрим, как себя группа атаки проявит в этом матче. Это состав Парис-Сен-Жермен. Построение 4-3-3. Посмотрим, насколько сильны фланговые нападающие у этой команды. Лионель Месси. Рускец-Бургас. Посмотрим за этой атакой. Теперь мячом владеет Парис-Сен-Жермен. Рускец-Бургас. Альбарамус. Отличный кросс. Вот так бывает. Мяч оказывается в сетке от своего же автогол. Да, и такое бывает. Хотел спасти свою команду. И что? Вышло все наоборот. Ну что тут скажешь? Сами себя убьют. Иньеста. Флакс. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Иньеста Лухан. Лионель Месси. Гол! 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 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Неймар. Арбитр фиксирует нарушение правил со стороны игроков парижской команды. Парижане вернули себе мяч. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Неймар. На грани авсайта хотел сыграть, не получилось. Спасибо. Отличный пас, сказал соперник. Здорово отобрал мяч у соперника, так что тут даже, по-моему, и не заметил. Анхель Ди Мария. И этот футболист умеет заставить дрожать целый фланг. Эталонные навесы и резкие смещения в центр с ударом. Вот чего мы ждем от Ди Марии. К этому готов и соперник. Но ждать и нейтрализовать разные вещи. Мотта. Игрок Барселоны фалит и штрафной будет в их сторону. Серж Орье. Можно продолжать игру, чисто сыграно. Удар совершенно не опасный. Вратарь обязан был справляться. Блес Матюиди. Пике. Лионель Месси. Но так нельзя играть в обороне. Здорово. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Удар. С такими защитниками забить будет нелегко. Угловой подаст Барселона. Какой хороший перехват. Прерывает опасную передачу защиты. Анхель Ди Мария. Ди Мария игрок вдохновения. В настроении может ночью задрать оборону соперника. Ну, а не заладится. Так может и вообще пропасть на футбольном поле. Ну, посмотрим. Посетила листья Кавани. Ложатся они под мяч. Лишь бы не было гола. Отлично играет на выходе голкипель. Да, ни секунды не медлил и все сделал как надо. Плохо сыграно. Мяч потери. Мяч вышел за пределы поля. И Барселона будет вбрасывать. И не ясно. Лионель Месси. Его сторону идет вбрасывать. Очередной аут. Иван Ракитич. Игроку Барселоны можно постараться создать что-то опасное из этого вброса мяча и зал. Лионель Месси. Лионель Месси. К основному времени орбитер решил добавить две минуты. Нет, оттуда инъеста не забьет. Слишком далеко. Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. И Месси пытается не отдать мяч сопернику. Иван Ракитич. И 2-0 после первого тайма. Парис Сен-Жермен начинает вторую половину встречи. Серж Орье. Димария. Архель Димария практически совершенный крайний нападающий. Тут вам и скорость, и дриблинг, и мастерство верховой передачи. Когда Димария в форме, остановить его можно лишь грязным приемом. Димария. Джорди Альп. Тут просто подарили мяч сопернику. Откровенно плохо сыграл сейчас защиту. Парис Сен-Жермен получает право пробить пенальтик. Подобный подкат чреват нарушением правил. Что и было в данном случае. Ну как было в такой ситуации не зафиксировать пол? Очень опасный подкат. Не подводит партнеров Еврагимович. Молодец. Хорошо сделал свою работу. Да, будем откровенны, в такой ситуации шансов спасти команду было не так уж и много. Игра восстановляется. Счет уже 2-1. Обходит защитника Леонель Месси. А пас Леонель Месси. Удар в штангу. Сыграно жестко, но в рамках правил. Мяч перешел к другой команде. Серж Орье. Анхель Ди Мария. Златан Ибрагимович. Такой шанс. Относительно легкий мяч для вратаря. От углового флажка парижане ведут мяч в игру. Сложный мяч. Лучше не рисковать. Ковани. Мяч Уди. Мотта. Ракитич. Неймар. Месси. Угловой в исполнении Барселона будем смотреть. И справляется вратарь с этим ударом. И он забивает. Отыграть такое отставание очень непросто. Много говорили перед игрой. Чего может им стоить потеря концентрации. Да, действительно, сегодня у них не получилось, к сожалению. Но шансы у них еще остаются. И задачу можно будет решить уже в следующем матче. У Ибрагов Барселона потрясающая культура обращения с мячом. И голы получаются соответственно. Очевидно, ошибка обороны. Нужно играть внимательнее. 3-1 счет. Результативный получается матч. Мэттью Ди. Теперь в атаке соперник. Эдинсон Кавань. Неймар. Переквачен этот пас. И довольно своевременно. Опасно как. Иван Ракитевич. Мимо мяч проходит. Но было опасно. Мяч за пределами поля. Угловой. Леонель Месси сталкивается с активным сопротивлением. Ну где же навес? Какой удар. Здорово сыграл игрок обороняющейся команды. Сержарье. Опасно. Гол. И надо не смотреть на табло, а немедленно мчаться вперед. Забивать еще, еще один мяч. Потому что можно еще спасти игру. Действительно можно, но весь вопрос в том, сколько сил у этой команды осталось. И хватит для времени. Фантастический гол. Отправлен мяч прямо под перекладинку. Место у Каурина. И есть. Опасно. здорово одобрал мяч у соперника так что тот даже по моему не заметить основному времени арбитр решил добавить две минуты иван ракитич а без насильно продолжать игру чисто сыграно можно бить вот когда нужно чтобы одна из команд победила но матч был бы при этом ярким с элементами интриги такие матчи должны заканчиваться за счетом 3 2 вот так и получилось уже сегодня они могли добавить путевки в следующий а